Прокуратура Тверской области подписала несколько соглашений о сотрудничестве. Главные задачи, которые будут решаться совместно с Общественной наблюдательной комиссией и Уполномоченным по защите прав предпринимателей, укрепление законности, обеспечение гарантии прав, свобод, а также законных интересов граждан. Прокуратура Тверской области взаимодействует с Уполномоченным по защите прав предпринимателей уже не первый год, а подписанное соглашение необходимо, чтобы углубить сотрудничество и облегчить обмен информацией. В принципе, мы исполняем одни и те же функции. То есть к нам предприниматели и к Антону Владимировичу обращаются за защитой своих прав. Мы стараемся решить все проблемы в пределах нашего субъекта для того, чтобы этот инвестиционный климат, предпринимательская деятельность, ее было легче осуществлять. В текущем году прокуратурой было выявлено более 1700 нарушений в предпринимательской среде. Было привлечено более 250 лиц к дисциплинарной ответственности. Сотрудники прокуратуры, как и Антон Стамплевский, постоянно находятся на контакте с представителями предпринимательства, решают насущные вопросы, рассматривают заявления о нарушениях прав. Каждый первый вторник каждого месяца в любой прокуратуре, межрайонной прокуратуре, муниципальном образовании Тверской области, в прокуратуре Тверской области, это специальный день для приема предпринимателей. И это говорит о том, что прокуратура стоит на страже интересов, законных интересов Тверского бизнеса, но и те обращения, которые к нам поступают, они свидетельствуют о повышении доверия не только к органам прокуратуры, которые, безусловно, есть, а в целом к институтам власти. Второе соглашение прокурор области Сергей Лежников подписал с председателем общественной наблюдательной комиссии Владимиром Поломарчуком. Их взаимодействие будет строиться на обмене информацией о фактах нарушений прав и законных интересов граждан, находящихся в местах принудительного задержания. Выявляются самые разнообразные нарушения, основная часть связана с материально-бытовым, санитарным обеспечением. Где-то имеется повреждение полового покрытия, которое требует устранения. Где-то в банях или в прачечных недостаточно, по нашему мнению, оборудования. То есть, вот такого плана нарушения. Прокурор отмечает, серьезных несоблюдений требований сейчас не фиксируется. С ним согласен и Владимир Поломарчук. Что действительно, сейчас вот, ну не стало жалоб на то, что сужденного избили сотрудники администрации. Таких жалоб я не встречал. Перестали поступать жалобы, по сути дела, на кормление, на одежду, на питание. Таких жалоб нет. На санитарную, на медицинскую помощь. Таких жалоб нет. Есть конкретные жалобы. Ну, скажем, что сужденный где-то вступил в какой-то конфликт с представителем администрации. Что-то где-то ему не додали. Такие жалобы. Мы их разрешаем опять с помощью прокуратуры. Лишь за 2019 год прокуратура совместно с членами ОНК провела семь совместных проверок. В результате каждой из них выявлено нарушение закона. По итогу в адрес начальника регионального УФСИН вынесены представления, а в отношении должностных лиц возбуждены дела об административных правонарушениях. Субтитры создавал DimaTorzok